Друзья, всем привет! Я из Украины, и у нас продолжается война. Молюсь за нашу армию, молюсь за наших людей. Пусть действительно Бог благословит каждую семью, и пусть будет мир. И хочу ответить на самый задаваемый вопрос. Можно ли верующим людям воевать? И вообще, люди задаются таким вопросом, простит ли меня Бог, если я убиваю людей? В этом нам поможет Библия, и самый лучший пример — это, конечно же, Иисус Христос. Про этого человека можно много говорить, но по теме. Вы знаете, Иисус Христос, Он подчинялся власти, Он не отвергал власти. Об этом говорит чётко Писание. Если мы возьмём тот случай, когда Пётр отсёк ухо мечом, и знаменитые слова Иисуса Христа, что тот, кто с мечом идёт, от меча и падёт. Конкретно Иисус сказал для Петра это с тем, что он пошёл против власти, поставленной в то время. А тогда были власть первосвященники. То есть, если мы берём религиозную деятельность, римляне, которые точно так же повиновались тогдашнему правительству. То есть, тогда Пётр выступил конкретно против власти. Поэтому Иисус Христос, Он сказал сложить нож, то есть положить его на место. Но мы также знаем из Писания, что ученики Иисуса Христа, когда с ним ходили, они имели при себе оружие. Они имели два меча при себе. О чём это говорит? Они защищались, противостояли людям, которые хотели, например, на них напасть. Вот поэтому этот меч и оказался в момент у Петра. Но Иисус Христос, Он всегда подчинялся власти и учил этому своих учеников. Вот, например, случай, когда пришли к Иисусу Христу и начали задавать Ему вопрос, стоит ли отдавать кесареву деньги. То есть, платить налог в казно, отдавать государству. Иисус сказал, да, потому что Богу нужно отдавать Божье, а кесареву кесарево. Иисус Христос, Он подчинялся власти. А власть, как мы знаем, она от Бога. Иисус чётко сказал Пилату, что тебе дана власть от Бога. Из этого мы видим, что всякая власть, она от Бога. Поэтому, когда человек, он подчиняется власти, да, и идёт защищать страну, то тогда эти люди, они как воины света. То есть, они несут свет этому народу, потому что они защищают свои семьи и свой народ. Заповедь «Не убей» она как раз применяется к тому человеку, который пришёл на нашу землю убивать. Вот ему это адресовано. «Не убей», а человек, который подчиняется власти, подчиняется государству и взял ружьё защищать свои дома, то это обозначает, что человек, он подчинённый власти. И в этом человеке больше чести, достоинства, веры может быть, чем у всех других религиозников, которые говорят, что не нужно убивать или не нужно защищать свою землю. К тому поводу я хочу рассказать про Корнилия. Это военный человек, военнослужащий человек. И мы знаем, что даже Корнилию пришло спасение, и он, и вся его семья, они родились свыше. То есть, если бы ученики Иисуса Христа, тот же Пётр, осуждал бы Корнилия, он бы не пришёл в его дом и не молился. Корнилия не оставил свой пост, он также был военнослужащим. Но он принял Иисуса Христа. То есть, военнослужащие, люди, которые защищают свою страну, это призвание от Бога. Они могут служить, но они также могут и служить Богу, то есть государству и Богу. Поэтому здесь надо эти вещи понимать. Вы знаете, сегодня так размышляла, и пришло такое ещё откровение о том, что вообще есть религиозность определённая. Не надо путать религию с настоящей верой, потому что даже неверующий человек, мы знаем также военнослужащий, который подошёл к Иисусу Христу и просил, чтобы исцелил слугу своего начальника, потому что он был болен. Он попросил Иисуса даже самому не приходить, но сказать, чтобы слово его исполнилось. То есть он был человеком подчинённым и понимал эти законы. И Иисус похвалил этого человека, сказав, что не нашлось, я не находил такой вообще веры у верующих. То есть он похвалил человека со стандартами, похвалил человека военнослужащего. Так о чём это говорит, друзья? Нам надо чётко понимать религия, что такое и что такое настоящая вера. И опять же из истории мы знаем про апостола Павла, который уничтожал христиан, но после покаяния он точно так же яростно пошёл проповедовать. И Пётр, его поступок, то, что он сделал, защищая Иисуса Христа, когда пришли его брать, это говорится о дерзновении, о том, что он любил Иисуса и пошёл. Но Иисус его предупредил, что если ты будешь идти против власти и нападать, то ты от меча и падёшь. Он его предупредил. Но это не обозначает, что он был дерзновенным и выступил за Иисуса, что это плохо. Нет, это качество победителя. Поэтому те люди, которые защищают сегодня нашу землю, это люди победы и люди, которые действительно имеют честь, достоинство, они имеют силу, и это дано им от Бога пойти и защищать нашу землю. Получил ещё такое откровение, что многие также и женщины осуждают, что женщина, она домолчит в церкви. Но если, к примеру, женщины сегодня, они идут воевать, защищать нашу страну, а некоторые мужчины дома сидят. И опять же, я не осуждаю ни в коем случае тех, кто дома сидят. Тех, кто пошли, слава Богу. Тех, кто дома остались, слава Богу. Это я просто привожу такой пример, что если женщина одела всю бронежилет, каску, взяла оружие и пошла защищать нашу страну, то опять же, как можно потом сказать, женщина в церкви да молчи. Если, допустим, некоторые мужчины дома, это к тем относятся, которые дома сидят, а их защищают женщины. То есть здесь, опять же, нету места религии, есть место милости, любви. Потому что вот как Иисус Христос, Он смотрит, Он смотрит на личные качества людей, а не на то, как, что, где, кто, ну, с религиозной точки думает, что. Поэтому, друзья, Бог с нами, Иисус Христос с нами, нужно доверять Богу. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok